Ну что, поговорим сегодня про артефакты, репрезентацию истории школы и вообще, что сейчас происходит со школьной инфраструктурой, да? Об этом будем говорить? Да, артефакт учебной повседневности. Что такое учебная повседневность, что такое артефакт, зачем все это школе, насколько это важно для детей, которые в этой школе присутствуют, важно ли им это вообще? Для педагогов. Да, для педагогов. Кто будет заниматься этим в школе? Да, кто будет заниматься этим в школе. Такая интересная тема. С одной стороны, совершенно неочевидная, с другой стороны, на мой взгляд, очень важная и незаслуженно отпускаемая в некоторых образовательных организациях. Как она вообще появилась, эта тема? Ну, появилась она в недрах исследовательских нашей лаборатории. Мы много занимаемся исследованиями качества образовательной среды, теми процессами, которые сейчас происходят в школе, связанные с реновацией, с трансформацией среды, с новой средой, с тем, как включать учеников в этот процесс, как сделать школу дружелюбной и безопасной. Да, скажем так. Вот как безопасность через ограничения режимных моментов, через множество ограничений сделать так, чтобы, в общем-то, она была и безопасна для детей, но незаметно безопасна. Мы занимаемся исследованием того, как качество образовательной среды влияет, например, на качество образовательных результатов, на перестройку и организацию учебного процесса. И вот постепенно, работая с разными школами, мы увидели такую интересную вещь, что в некоторых школах много уделяется внимания тому, как работать с детским следом, да, с какими-то продуктами вот этой учебной повседневности, сохранять какие-то проекты, результаты проектных работ ребят. А некоторые школы не имеют вот этого духа, уклада какого-то. И, в общем-то, много вещей, которые школа производит, они вымываются. И из истории школы, и так как школа вообще сейчас очень такая динамичная структура, динамичный институт, в силу того, что очень много федеральных программ, национальный проект образования направлен сейчас на то, чтобы изменить школу, ее переосмыслить, перефразировать вообще, придумать эту школу и, в общем-то, сделать школу в соответствии с духом времени. Ведь всегда школьные здания, она отражает определенную эпоху. Так ведь, коллеги? Вот школы, там, эпохи индустриализации, они были похожи, да, на фабрики, заводы, да, такие вот, такие же, как цеха, коридор, классы. А школы сейчас, это больше про пространства, которые должны формировать такие современные компетенции. Креативность, коллаборативность, коммуникативность, да, или школа как третье место, да, куда хочется приходить, и школа как большое приключение, где происходят какие-то удивительные события. Вот. И, наверное, сложилось уже несколько подходов сейчас, которые связаны с такой масштабной программой по реновации и капитальному ремонту, да, это вот политический подход, когда есть дорожные карты, в соответствии с ней надо вводить вовремя в эксплуатацию все здания школ, вовремя их ставить на капремонт, ремонтировать и так далее, и запускать новые здания школ. Есть такой подход, как спонтанно-хаотический, как многие школы просто впадают в этот ремонт, им некогда думать о том, что они будут сохранять, они должны вовремя сдать смертную документацию, техническое задание, вовремя организовать учебный процесс в здании другом, чтобы дети были поглощены в этот учебный процесс, чтобы ничего не нарушалось. Есть вообще проблемный подход, когда ремонт сделали, а никто этого не понимает. Вот этого вау-эффекта не случилось. И недоумение как у детей, так у родителей, у педагогов, а вообще что это было, да. И есть, конечно же, такой стратегический системный подход, когда заранее управленческая школьная команда включены в процесс перепроектирования школы, когда и родители, и ученики в этом могут принимать участие, как-то к этому относиться. И вот в рамках только, наверное, такого системного стратегического подхода можно будет задуматься о том, а что мы можем сохранить при реновации школьного здания, при капитальном ремонте, можем ли мы сохранить какие-то остатки лестницы, если эта лестница связана с какой-то исторической эпохой, можно ли сохранить какие-то мозаики, панно, которые вроде бы в старом интерьере кажутся ужасными, но при грамотном подходе к этому они могут воссоздать вот этот дух истории школы и вот протянуть ниточку между учебным процессом в старые времена, да, и создать вот это представление о том, как проходил, как строилась учеба, чем жили школьники, например, 50, 60, 70, 80, а может даже и 100 лет назад. Мы тоже с этим сталкивались. И вот в рамках такого большого исследования мы и нашли много школ, с которыми мы уже поговорили, пообщались, и планируем в дальнейшем также вести вот эту исследовательскую работу, чтобы понять, а как сохранять, что такое артефакты, как их понимают как ученики, так и педагоги, и там управленческая команда, как с этим работать и как не потерять при, скажем так, глобальном обновлении, не потерять дух времени и вот эти исторические артефакты учебной повседневности, которые очень важны для школьников. А здесь мы приходим к понятию артефакта. Что мы понимаем под артефактом? Потому что если мы посмотрим на словарь, то артефакт – это любая вещь, изготовленная руками человека, результат его ручного труда. Какое понятие артефакта закладывается в это исследование? Что в нем внутри присутствует? Как мы его видим и считываем? Ну, наверное, все-таки артефакт – это любой искусственно созданный объект, носитель информации, какой-то либо физической, либо какой-то символической, знаковой, который отражает, наверное, какие-то процессы деятельности все-таки. Это результат либо какой-то деятельности учебной, либо результат того, что в школе происходит. А в этом мероприятии может быть артефактом? Традиция, мне кажется, традиция больше может быть. Мероприятие, наверное, одно, само по себе разовое мероприятие, вряд ли может считаться артефактом. Скорее традиция, связанная все-таки с чем-то материальным. Не знаю, у меня… Мероприятие может породить артефакты. Да, мероприятие может породить артефакты. Это может быть фотосъемка, это могут быть какие-то символы этого мероприятия. То есть мероприятие рождает какой-то бренд, что-то связанное с этим, например, какой-то бал. Это могут быть результаты, это костюмы, это могут быть сценарии написанные, это могут быть программки этого мероприятия, которые остаются в школе. Если особенно… Это не просто мероприятие или образовательное событие. Если это мероприятие в рамках традиции и уклада школы, который создает определенный дух, атмосферу этой школы и который из-за года в год повторяется. Мы сейчас сразу стали говорить про мероприятие. Но, мне кажется, мероприятие – это что-то из ряда вон выходящее. А мы, с другой стороны, пытаемся понять, что такое артефакт учебной повседневности. Что тогда получается учебная повседневность в данном прочтении? Это просто образовательный процесс или это какой-то все-таки выход за рамки образовательного процесса? И повседневность… Есть ли какая-то связь повседневности школьной, повседневности бытовой? Мы наверняка что-то, какие-то артефакты из школы привносим в дом и артефакты из дома привносим в школу. Ну, в школе же есть какие-то моменты, которые связаны с жизнью дома. Это, например, поход в столовую. Что-то с этим связано. Получается, что сопутствующие образовательному процессу действия тоже могут порождать артефакты учебной повседневности. Это какие-то ежедневные поведенческие эпизоды, да? Связанные с чем-то. Что это еще? Быт школьной жизни? Мне кажется, что, например, если мы возвращаемся к капитальному ремонту, к необходимости сохранения каких-то элементов исторических, преемственных в школе во время капитального ремонта, что-то, например, фреска в столовой, она вполне может быть артефактом учебной повседневности. Может. Особенно, если с ней что-то связано еще. Особенно, если с ней что-то связано, да. А что еще у нас может быть артефактом учебной повседневности? Что это за предметы такие? Как мы их понимаем? Старые тетради. Кусочек расписания, старые тетради, дневники. Да. Может быть, библиотечные книги, библиотечные штампы, почему-то я сразу вспомнила. Аттестаты. Ну, смотрите, в данном случае я считаю, что вот это все артефакты учебной повседневности, но связанные с жизнью моей семьи в данном случае, да. Но то, что и школа может у себя каким-то образом воссоздавать. Ну, например, портрет ученика 50-х годов. Что здесь уже показывает про повседневность? Какие были портфели, не рюкзаки? Форма, да, какие-то символы на форме, ремень и так далее. Это же связано с бытом, да? Как это идет эпоха? Мне кажется, в некоторых семьях сохранились даже такие воротнички, которые нашивали девочки на форму. Или какие-то красивые фартуки, да, что-то с этим связаны. Или вот у нас были символы, пионерские галстуки, пилотки, значки с этим связаны. Это тоже же была повседневность, которой сейчас нет, и которой дети могут интересоваться. Они интересуются, если это часть музея. Кстати, а вот музей – это как раз хранитель артефактов? Мне кажется, в современных школах музеи, наверное, они в меньшей степени работают на артефакты учебной повседневности, потому что музей сейчас – это в большей степени некое закрытое пространство, в котором присутствуют следы какой-то героической деятельности, исторической деятельности, в меньшей степени связанной с личностью ребенка, в большей степени связанной с историей страны, государства, мировой истории, с чем-то подобным. И у меня, например, возникает вопрос внутренний. Если мы рассматриваем артефакт как нечто, создающее эмоциональную связь и преемственность и ощущение наследия у ребенка по отношению к школе, может ли музей создавать вот это ощущение преемственности и наследия? Мне кажется, что в рамках нашего исследования, то, что мы делали, мы не увидели этой связи. Если мы говорим о героических музеях, если же мы говорим о музеях, вынесенных в пространство образовательной организации, о тех предметах, которые находятся не в отдельном закрытом помещении, а все-таки в пространстве, например, рекреационном, или в коридорах, или в классах, там, где дети могут с ним повседневно контактировать, то вот эти предметы уже могут создавать какую-то эмоциональную связь. Ну, кстати, это есть, мы же проводили интервью, и проводили, к примеру, еще музей информационных носителей, как это так называется, который возник вот благодаря директору, он просто принес радиолу в школу, подключил родителей, и каждый там уже принес, кто телефоны, кто пейджеры рабочие и так далее. Вот может ли такой музей, например, такую эмоциональную связь? Ну, это в условиях, когда, например, надо наработать эти артефакты, да? Да, да, там речь идет про... Вообще, смотрите, здесь тоже, наверное, можно выделить несколько направлений, да? Работы с историческими артефактами учебной повседневности, которые необходимо сохранить, когда идет реновация школьного здания, да? Раз уж мы говорим про капитальный ремонт, реновацию, изменения школьной инфраструктуры. И вот здесь про то, как это сохранить, как это куда-то не потерять, чтобы это осталось в истории. И вот что оставлять? Вот надо ли оставлять вообще все результаты проектной деятельности? Или надо ли оставлять все тетрадки? А как выбирать тетрадки? А что вообще будет интересно? А я была в частной школе, которая очень активно взаимодействует с артефактами. И там, например, в пространстве школы экспонируются только те артефакты, которые содействуют, помогают учебному процессу, которые вызывают те эмоции у детей, которые в данный момент считаются нужны учебному процессу. Это очень, на мой взгляд, интересный подход. То есть артефактами в этой школе считаются все результаты детского труда, как те, которые уже имеют некую историческую ценность, так и те, которые созданы буквально вчера на каком-то уроке. Но даже качественно сделанные результаты детского труда либо раздаются детям домой, либо убираются куда-то. И в пространстве школы экспонируются те, которые подчеркивают тему, с которой школа взаимодействует в данный момент. Например, ребята в четвертом классе на уроках ИЗО нарисовали большую карту мира. Раскрасили ее, нарисовали на ней каких-то животных. И когда в школе преподается эпоха географии, эта карта вывешивается в пространство образовательной организации. Все дети ее видят, и все знают, что это обозначает, что началась эпоха географии. И они по этой карте с первого по третий класс смотрят, где какие страны, где какие предметы, где какие традиции. Там даже каждая надпись на этой карте сделана в стиле той страны, на которой она находится. И мне кажется, это как вариант, как один из подходов, вполне рабочий вариант, потому что артефакт получается не просто результатом какой-то деятельности, но еще и проводником информации, проводником темы в пространство школы. Есть какой-то даже некий выход за пределы кабинета в преподавании, через подобные артефакты. То есть артефакты работают тогда, когда с ним еще связана какая-то деятельность, например, педагогическая. Я думаю, да. То есть получается одно из направлений. То есть просто вещь, даже историческая, даже интересная, она все равно остается просто вещью, если мы к ней не обращаемся эмоционально или, по сути, вовлекая ее в какую-то деятельность. Ну, кстати, сохранение артефактов может стать причиной какого-то конфликта в школе. Были у нас ситуации, когда, например, интерьерный артефакт, связанный с совой, нарисованный на стене школы, вызвал разный эмоциональный отклик у учеников, у педагогов при грядущем текущем ремонте, когда планировали сову закрасить. Кстати, ее в итоге закрасили, да, потому что часть школы разделилась и хотели оставить сову как некий элемент, связанный с прошлым названием школы, другим номером школы, после того, как школа вошла в крупный образовательный комплекс. А другая часть как раз, которая вот этого исторического наследия не чувствовала в этом артефакте, была как раз за то, чтобы полностью отремонтировать здание и сделать совершенно новые обновленные интерьеры. Вот тут тоже интересный момент, как вообще не только работать, а вообще у нас умеет кто-то ли работать со старыми интерьерами. Это же уже мы говорим не только про текущий ремонт, мы уже говорим про историческое наследие, про школу как архобъект, да, и здесь уже реставрационные работы задействованы. Как вот с этим работать? Школа вообще с этим умеет работать? То есть не является для нее обременением, если она выступает объектом архитектурного наследия? Ну, всем, наверное, известно, кто хотя бы как-то сталкивался с ремонтами, что отреставрировать старое сложнее и дороже, чем создать новое. Поэтому мне кажется, что очень часто школа сталкивается с ситуацией, что проще закрасить, чем каким-то образом восстановить. Проще зашить какую-то фреску гипсокартоном и покрасить ее в какой-то цвет, чем провести работы по восстановлению этой фрески и попытаться ее каким-то образом вписать в современные интерьеры. Хотя работа с историческим наследием это один из трендов в текущей архитектуре и считается правильным и успешным тот интерьер, который смог сочетать в себе как современные интересные решения и в то же время соответствует технологическому уровню развития общества. Сейчас мы с вами говорили о том, что школа является отражением текущей ситуации, текущего запроса, мне кажется, в обществе. Но при этом оставить историческое наследие, оставить какие-то исторические элементы грамотно вписанными в этот современный интерьер. И архитекторы с этим работают, но, к сожалению, в повседневных ситуациях пока довольно редко встречаются какие-то грамотные решения в этом вопросе. А вообще тогда само историческое здание может влиять каким-то образом на формирование поведенческих паттернов учеников, на формирование каких-то определенных правил, их отношения к историческому зданию. У нас ведь были такие школы, да, участвовали в нашем исследовании, которые рассказывали о том, что поведение учеников в старом здании меняется. Да, помню то интервью. Да, там рассказывали как раз-таки о том, что, говорю, там отмечались там узкие коридоры, например, какая-то. Отмечала, что дети такие более степенные в этой школе, что у них как-то меняется поведение, нежели чем там, ну, скажем, в обычной школе. Так что, да, в принципе, отмечаю, да, есть такие наблюдения, что здание историческое может влиять на паттернное поведение учеников. Мне кажется, еще имеет значение отношение администрации школы к этому зданию, потому что есть разные варианты. И вот та школа, про которую вы сейчас говорите, школа, в которой само здание является артефактом, это индивидуальный проект, проект 1935 года. И администрация школы всячески подчеркивает уникальность этого здания, как бы гордиться этим. Они планируют восстановить исторический гардероб, они там всячески пытаются сохранить, пользуясь своим статусом объекта культурного наследия, сохранить исторические элементы. Мне кажется, это передается детям, которые воспринимают как некое счастье, наверное, даже в какой-то степени, тот факт, что они могут находиться повседневно в таком здании. При этом встречается совершенно другой подход, когда школа воспринимает статус исторического наследия как нагрузку, поскольку это очень сильно увеличивает стоимость ремонта, отделочных работ и различных, ограничивает различные мероприятия, которые можно в этой школе проводить. Вот, поэтому мне кажется, что дети в этом плане считывают отношения взрослых. Ну, через среду, это же каждый раз можно подчеркнуть, через среду мы подчеркиваем, как мы относимся, а не только к историческому наследию, вообще через среду подчеркивается уважение к личности ребенка, уважаемый ребенка или нет. И вообще, как мы относимся к пользователям этого пространства, мы же прекрасно знаем, что после плохого ремонта дети это не только отмечают, но и считают даже личным оскорблением, что вот то, что хорошее было в пространстве школы до ремонта, оно не сохранилось, ремонт был сделан некачественно, и они уже не чувствуют связи с той прежней школой, которая имела следы их деятельности. Да, какие-то надписи, рисунки, какие-то особенности музейные, что-то было в этой школе, даже те же старые, например, деревянные подоконники, замененные пластиком, очень часто могут вызывать такой эффект отталкивания, не эффект вау от проведенных реновационных изменений, а то, что что-то изменилось. Значит, все-таки, если мы говорим о результатах исследования, к какому выводу мы приходим? А современному ребенку важны артефакты учебной повседневности, исторические артефакты учебной повседневности и современные, которые созданы вот уже в период обучения этого ребенка? Ну, получается, что очень многое зависит от того, как с этими артефактами работает педагогическая команда. Уделяет ли она внимание истории школы, да? Уделяет ли она внимание тому, что то, что делают дети, здесь важно и ценится? Уделяет ли она внимание вообще визуальному стилю школы и что через визуальный язык школы можно донести до ребенка? Например, правила поведения, которые были в этой школе на протяжении 80-100 лет, 70 лет. Как учились дети, какие были расписания, какие работы это делались, да? Это очень важно, потому что, попадая в какое-то новое место, вот ребенок, он не только воспитывается этим местом, но он и впитывает те традиции, которые это место несет. Поэтому очень важно, что и каким образом воспринимает команда. Вы вспомните, вот у нас в исследовании участвовала школа из Санкт-Петербурга, которая очень бережно работает со своим историческим прошлым. Там не только сархамины интерьеры, да? Но и выстроена преемственность, выстроены традиции, которые на протяжении десятков лет сохраняются. И выстроена преемственность между разными поколениями. У них уже есть поколение внуков и правнуков, которые приходят в эту школу, а их прабабушки и прадедушки тоже эту школу посещали. Вот как раз пример того, что школа и воспитывает, и формирует определенные поведения в стенах этой школы. И попадание в эту школу – это своеобразная привилегия учиться там. Интересно, а как тогда быть школом, у которых нет исторического наследия? Сейчас многие школы, особенно частные, получают новое здание, заселяются в это новое здание и начинают свою историю с нуля. Ну вот получается, что они искусственно создают такие артефакты. Например, да, вот как в начале подкаста мы начали говорить про там мероприятия, может быть, через какие-то там конференции, которые лично они проводят, да, какие-то переначенные, может быть. Вот. Или, да, сами создают истории. Ну, прекрасный пример. Мы можем про эту школу рассказать. Они готовы. Это частная школа Снегири, которая открылась, она совершенно недавно, но, как говорит директор, вот чтобы создать эту связь эмоциональную, и чтобы начать создавать какие-то исторические моменты в школе. Конечно, времени очень мало, но даже через само название они обыгрывают птичку Снегирь, которая у них везде присутствует. Они собрали уже музей из старых вещей, которые принес не только сам директор, но и приносит родители, учеников. То есть они внутри пространства нового пытаются создать связь со старыми эпохами, включая в этот процесс родителей, детей, педагогов и так далее. И как раз они накапливают вот этот исторический опыт и создают вот такие, скажем, мостики между прежними вещами быта. Пусть это не повседневность именно этой школы была, но они создают с разными эпохами эту связь, потому что они просто нарабатывают свою повседневность и делают ее артефактом. Получается, что они как бы заново проходят тот же процесс, тот же процесс, который проходили в свое время школы в СССР, когда начали строить столько типовые здания школ, получалось, что школа сама по себе утратила индивидуальность. И в каждой типовой школе, которых было множество одинаковых, администрация, педагоги, педагогический состав пытались создать какую-то свою индивидуальность. Где-то пытались, где-то нет. И в каждом одинаковом здании при этом жила какая-то своя жизнь, накапливались какие-то свои артефакты. Получается, что сейчас, если в здание школы приходит капитальный ремонт, и она снова становится одинаковой, утрачивая свои артефакты, можно использовать тот же способ, которым пользуются школы Снегири, то есть пытаться на старом месте, в новом ремонте, создавать какие-то новые исторические... Нет, почему? Можно создавать исторические элементы. И, пример, вот школа, которая участвовала в нашем исследовании из Набережных Челнов. Они, несмотря на то, что в 70-м году были построены, они считают себя не исторической школой, не примечательной, не выделяющейся из других школ. Они построены абсолютно по типовому проекту. Но они решили обыграть то, что они лицей, и они связали это с Пушкинским лицеем, и они просто воссоздали элементы из Пушкинского лицея и поставили это у себя в рекреациях школы. Тем самым, вот, они понимают, что они не могут быть историческим зданием, они не могут быть каким-то образом связаны с Пушкинским лицеем, но вот эти элементы того, как вели себя лицеисты, какая учеба у них была, какие предметы они изучали, как выстраивалось там взаимодействие между лицеистами, они воспроизвели у себя в школе, и вокруг этого стали выстраивать еще и образовательные события. Сейчас они, у них поездки в Санкт-Петербург и в лицей Пушкина, это часть образовательного процесса, ежегодного, скажем так. Каждый год у них планируются такие поездки. Потом у них связано много с сопроектной исследовательской деятельностью, и именно с лицеем, с этой эпохой, с эпохой лицеистов разных годов и так далее. Поэтому мне кажется, что вот какая-то идея воспроизведения таких артефактов самим, наработка этих артефактов и выстраивание вокруг них событий сначала образовательных, которые потом становятся традициями. Вот как раз это, наверное, такой, скажем так, алгоритм работы с артефактами на каждой школе? Как перейти от учебного артефакта до выстраивания традиций, которые станут уже исторически значимой для школы? То есть у нас уже формируется несколько таких понятных выделяемых подходов. То есть это школа, существующая в историческом здании, которая пытается сохранить свою историю. Школа, существующая в типовом здании, которая создает преемственность через небольшие артефакты учебной повседневности, даже выстраивая новые традиции, даже в случае типового ремонта. Есть школы, которые используют артефакты в образовательном процессе, создавая новые, используя исторические. Но здесь вопрос возникает, а нужен ли современному ребенку вообще артефакт? Есть ли запрос, увидели ли в процессе исследования запрос от ребенка на исторический и современный артефакт? На этом этапе исследования у нас велись экспертные интервью только с директорами школ или с людьми, которые отвечают как раз за работу с учебными артефактами и за работу с историческим наследием школы. Но все они отмечали, что детям учебные артефакты очень интересны. И понятно, что если музейные артефакты, это исторические артефакты, связанные с какими-то героическими событиями, они интересуют детей. Вот, например, если мальчиков больше интересует что-то связанное с войной, с героическим прошлым, девочек интересует что-то связанное с бытом, например, да, вот очень много есть таких музеев, где какие-то элементы быта вообще разных эпох выставлены. То вот то, что вызывает интерес у всех детей, это связано как раз и с тем, что и у них вызывает интерес. Это оценки, дневники, почерки. И вот хочу показать тоже как раз вариант почерка, как в 50-х годах ученики каллиграфически, выводя каждую буковку, красиво писали. И вот именно это во многих школах, если у них остается такое наследие, говорят, что ученикам это очень интересно, потому что они видят, что вот папы, мамы, бабушки, дедушки имели вот такой почерк, могли бы так рисовать. Можно даже из этих писем понять, какая повестка была, например, 8 марта. Мне кажется, до сих пор 8 марта, вот, кстати, это письмо 65-го года. Что интересно, когда они рассматривают, например, разные результаты. Мне в данном случае всегда было интересно оценки. И детям это тоже очень интересно, потому что посмотреть, как учились бабушки, дедушки или предыдущие поколения учеников, это всегда их привлекает. И вот директор родной Калининградской школы рассказывал, что ученик передал школе вот тетради, вот такие дневники своей бабушке, которая тоже училась в этой школе. И это стало предметом такого большого изучения его одноклассников, потому что было как раз интересно, что в этом же здании училась его бабушка, которая имела такие оценки, имела такие результаты, да, вот этой повседневности. А вот, например, это вот медали, которые тоже, наверное, можно отнести к артефактам. Это, я уже не знаю, у нас это спуталось, это одна медаль моей мамы, а одна моя, но они, по-моему, совершенно идентичны. И мы теперь совершенно не знаем. Мама получала это в 67-м году, я получала в 89-м. Но вот медали остались абсолютно одинаковыми. Вот. И, конечно же, вот именно такие артефакты детям интересны. Помните, в школе московской мы в библиотеке увидели тетрадь за 60-е годы и могли увидеть, какие темы, которые дети рисуют на полях. И они меняются. И вот через это можно изучать даже тренды эпох, можно так сказать. Что интересует детей, да, какие мультфильмы, какие герои. Там был, по-моему, ковбой. Да-да-да, там был ковбой нарисован. Да, я помню. Ну и если мы говорим про интерес, про какую-то связь, есть же теория, говорящая о том, что чем плотнее, чем позитивнее эмоциональная связь ребенка с пространством, в котором он обитает, тем более безопасно и с меньшей степенью вандализма он ведет себя в этом пространстве. Соответственно, опосредованно мы можем сказать, что наличие артефактов учебной повседневности интересующих детей, да, может вести к повышению безопасности и эмоциональному комфорту в образовательной организации. И мне кажется, что школы, которые мы посетили, школы, насыщенные артефактами, насыщенные историей, насыщенные преемственностью, они даже чисто визуально создавали более комфортное и безопасное впечатление, чем полностью пустые пространства. Новые школы, новое пространство, оно всегда создает некоторые ощущения холодности и неприятия, потому что там мы не видим следы индивидуальности, персонализированности, маркировку разных эпох и так далее. Конечно же, чем больше разных артефактов, тем интереснее в этом пространстве находиться, потому что через артефакты мы считываем, что там происходит или что происходило, или как менялось от эпохи к эпохе это. Но вот смотрите, еще какой интересный момент. Мы не поговорили о том, а когда полностью здание школы сносится, строится новая школа, но она как бы наследует то, что проходило в старом здании. Можно ли вообще там что-то сохранить? Мы же не оставим кусок стены или там что можно оставить, чтобы было понимание у детей, что когда-то здесь было старое здание, ну вот оно было снесено, но вот эти традиции перемещались и переместились в новые здания, что новый коллектив подхватывает что-то, что было уже накоплено. Ну отчасти, мне кажется, можно сохранить кусок стены, почему бы и нет? Если получится. Если получится, да. Ну и кто-то это будет отвечать тогда. Ну, по крайней мере, в архитектурной традиции такие примеры есть, когда части исторических зданий вписывались в новые здания, но если мы говорим про реальность современной школы, то, конечно, сохранять части старых зданий это очень недешево и довольно сложно с точки зрения архитектуры и строительства. Мне кажется, в такой ситуации нужно сохранять повседневные артефакты, может быть, не связанные с архитектурой. Может, там, очистаты, те же самые какие-нибудь там тетради, традиции. А мне вот нравится кейс одной голландской школы, которые сохранили все таблички этой школы на протяжении разного времени, да. И эти таблички, они просто воспроизвели в пространстве администрации, где сидит директор, и все таблички этой школы были вывешены на стене, как эта школа звучала до того, как получила это новое здание. Они находились и уже сидели в новом здании. Или даже был такой пример, когда срубили в силу уже старости, или там, потому что дерево стало погибать, старый дуб, который стоял во дворе этой школы, и распилили, и сделали вот такой срез этого дуба, и тоже его вписали в интерьеры. То есть, мне кажется, можно, не обязательно сохраняя все, понятно, что все нельзя будет переносить из эпохи в эпоху, но какие-то элементы, вот даже таким образом, спиленные дерева, таблички, которые часто меняются, или какой-то элемент, который был символом, а потом утратил свою ценность, можно это вписывать. Но, опять же, у нас нет вот этой культуры, как с этим работать. Запереть в комнате или как-то грамотно представить в интерьерах школы? Почему боятся вот такие вещи выставлять на повседневное использование в школьном пространстве? Почему всегда это запирается в каком-то отдельном помещении, музейном помещении? Чего не хватает сейчас в школе, чтобы работать с тем, чтобы это было всегда доступно? Это стало частью визуального языка? Мне кажется, есть такой момент музейного действительно восприятия. То есть, те люди, которые сейчас занимаются интерьерами образовательной организации, они выросли в период, когда музей был местом, где ничего нельзя трогать. И мне кажется, вот этот момент есть, что если все потрогают, они это разрушат. Соответственно, есть какая-то потребность защитить, закрыть, не дать вот этого контакта. Но мне кажется, что процесс идет, процесс развития музейной культуры, и постепенно у нас все-таки вещи становятся частью жизни школы. И уже не только демонстрируются внутри музеев, но и пытаются их выставить в какое-то пространство, дать ребенку возможность взаимодействовать с историческим наследием. Как вы думаете, сейчас школа имеет такую потребность, чтобы получить какие-то рекомендации перед тем, как уходить на капитальный ремонт? А как работать с артефактами? И что именно им надо сохранить? Хотела бы школу такие рекомендации получить? Как думаете? Ну, мне кажется, что да. Да, потому что есть некоторая растерянность у школьных команд на тему того, что им делать в новом пространстве, как им встретить вот это новое пространство, как им обжить это новое пространство. Есть действительно запрос на сохранение историчности какой-то и наследия. Но поскольку люди не знают, как с этим работать, они немножечко теряются, и получается, что школа утрачивает артефакты. Вот интересный случай. В одной из школ, в типовой школе, в течение некоторого времени, с начала 90-х годов, в интерьере и в визуальном языке школы, в логотипах, в различных элементах оформления документов, допустим, присутствовал бобер. Бобер по имени Сеня. А как он появился в школе? Я не знаю. Я не знаю, как он появился. Там, по-моему, была история, что школа новая, район новый, а бобер как... Придумали логотип. Как животное, которое жило в этой среде. Объединяет, да. Когда? До того, как школу построили? Видимо, да. Там жили бобры. Интересно даже просто, как и бобер появился. Почему бобер? А вот это легенда уже, да? Да, это уже что-то, да, обросшее мифами. Но смысл в том, что этот бобер существовал и как элемент визуального языка, и существовала ростовая кукла бобра, которая встречала детей 1 сентября. И в школе есть фигурка бобра, ну, наверное, сантиметров 20 высотой, вокруг которой сложилась легенда, если нос этого бобра потрогать, то на уроке получишь пятерку. И потом, вот буквально совсем недавно, в школу пришло распоряжение о том, что теперь она будет оформляться... Соответственно, с определенной стилистикой, да? В соответствии, да, с предложенной городом стилистикой. И бобра из всех логотипов, из визуального языка убрали. Стиль школы изменился, и получилось, что бобру как бы больше нет места в этой школе. Но при этом дети массово выступают против того, чтобы фигурку бобра убрать из рекреации. Она стоит прямо в самой проходной рекреации, в центре перехода из одной части здания в другое. И получается, что каждый раз, когда дети идут на уроки, они имеют возможность пройти мимо этого бобра, немножко потрогать его за нос и ощутить вот эту удачу, исходящую от этой фигурки. Ну вот мы здесь как раз и просматриваем некий символизм, да? Да. Потрогать что-то, это же связано с какой-то символикой определенной. Активностью, да. И мы же знаем, что репрезентация наиболее успешна всегда, когда она вызывает эмоциональный отклик, да, и когда человек видит себя в каком-то процессе или в действии. И вот это как раз прекрасный пример. Вот это и примеры работы, например, с тетрадями, да, дневниками, там, какими-то аттестатами зрелости, которые выдавали, какими-то грамотами. Так и вот с этим бобром, это когда ребенок видит в пространстве школы себя, да, и вот эта репрезентация истории создается через то, что он замечает что-то свое, да, пропускает через себя. Поэтому, наверное, очень и важна работа с артефактами, чтобы школа не была таким выхолощенным пространством, где белые стены, компьютеры, выведение чего-либо на экран. Все равно требуется что-то, что позволит увидеть себя в этом пространстве, что позволит установить не только эмоциональную связь, но и повысит комфортность пребывания, увидеть свой след. А может быть даже не только увидеть, но именно тактильно почувствовать? Ну, наверное, не для всех. Ну, каждому, да, каждому свое. То есть в итоге мы все-таки приходим к тому, что артефакты прошлого и артефакты настоящего в школе нужны. Что есть на это запрос, есть в этом потребность, и сохранение артефактов, и некая интеграция артефактов в повседневную школьную жизнь имеет значение? Я бы подчеркнула, что они не только нужны школе, а сейчас это очень важно, потому что запущены вот эти масштабные процессы, связанные с капитальным ремонтом школ. И я знаю даже, что сейчас в Москве будет большая программа по реновации более тысячи школьных зданий. Хотелось бы, чтобы какие-то разные эпохи в этих школах сохранились и нашли отражение там не только через учебные артефакты, но и интерьерные артефакты, дизайнерские артефакты. Как это сохранить? Наверное, это задача следующего года работы нашей лаборатории выработать ряд рекомендаций о том, как школа может с этим работать, кто будет за это отвечать, надо ли включать в этот процесс учеников школы, должны ли помогать в этом родители, как к этому будут относиться педагоги. И, наверное, как раз следующая исследовательская задача лаборатории продолжить исследование в этом направлении. Продолжение следует...